Рецепты приготовления хлеба могут быть разными, но роднит их одно соль. И если индийские врачи заявляют, что на основе хлорида натрия можно создать средство для профилактики рака, китайские медики, напротив, называют солью убийцей нации. Так солить или нет, разбиралась Мария Дмитриева. Я всё вижу. Раиса Захарна, я чуток хотел подсолить, но совсем в горло-то не лезет. Ни в коем случае. Соль – это белый яд. Легендарный диалог и за 40 лет не утратила актуальности. Подобные рассуждения знакомы каждому, кто на практике пытался следовать заветам правильного питания. Как семья Кайновых, например. А он что, не солил совсем, что ли? Подавить локальный соляной бунт с упругой Светлана пытается не первый год. Ну как можно есть несоленую еду? Такое ощущение, что ты ешь валенок, просто вату жуешь. Не, я солю всё. Такое впечатление, что я такой постоянный учитель. Соль будем ограничивать. А салат сделан непосолёный, посолите по вкусу. Соль сегодня забыли купить. И белый яд, и лишние отложения. Ну и, соответственно, соль. Это совершенно не полезно. И это правда. Но не вся, предупреждают медики. Без хлорида натрия вообще жизни нет. И быть не может такова наша физиология. Натрий обеспечивает работу нервной и мышечной систем, поддерживает наше кровяное давление, вместе с хлором регулирует процессы пищеварения. Как это не удивительно. Натрий, как важнейший элемент, не вырабатывается в организме человека. Ну так устроен наш организм, что каждый день мы должны в определённом количестве получать его извне. В идеале напрямую с продуктов. Природный натрий есть во многих. В мясе, рыбе, в меньшей степени в овощах. Но самый простой, давно известный человечеству, и что уж скрывать, вкусный способ решить эту проблему – соль, почти чистый натрий хлор. Если речь идёт не о гипертонике или человеке с больными почками, то немного можно. 4-5 грамм является официальной нормой, рекомендованной ВОЗ для здорового человека. Полный отказ от соли приводит к обратной ситуации, которая сопровождается безсолевыми отёками. Сильной слабостью и состоянием, несовместимым с жизнью. Справедливости ради ситуация не самая распространённая. Соль сегодня можно встретить практически в любом готовом продукте или полуфабрикате. Это лучше учитывать при готовке. Как и то, что соль соли рознь не только по виду и цене, но и по количеству натрия с хлором. Морской соли всего-навсего натрия в 70%. Если мы берём обычную соль, то в ней 90% и выше. Лучше брать соль, в которой натрия меньше. С ней проще избежать передозировки непосредственно микроэлементов. Обогатиться дополнительными поможет соль йодированная. Важный момент. В поваренной искусственно внесённый йод разлагается за три месяца. Лучше выбрать свежую. А натуральный в морской улетучивается при термической обработке. Вообще солить лучше готовое блюдо. Говорят и повара, и химики. Натрий не вытянет воду из продуктов, и они останутся сочными.